здравствуйте друзья вопрос зачитываю здравствуйте михаил вопросы поведению бизнеса в сша в долине в частности нужен ли юридический адрес для регистрации компании возможно ли зарегистрировать по адресу проживания предприятия находясь при этом на визе биван биту это такая бизнес туристическая виза есть информация что возможно без разрешения на работу зарегистрировать компанию и оказывать услуги тестирования программирования так далее получая при этом легальные деньги на счет этой компании проживая на них и легализовываясь естественно подразумевается наличие необходимых навыков и способностей прокомментируйте пожалуйста ну давайте мы будем значит двигаться в сторону дома и друзья первый вопрос у нас был нужен ли юридический адрес для регистрации компании ну какой-то адрес нужен вы можете зарегистрировать компанию на свой домашний адрес дело в том что есть как бы официальная корреспонденция которая но периодически отправляется там в компанию вы можете на самом деле не иметь офиса и даже не жить там скажем в этом штате но зарегистрировать компанию в таком штате вот например невада там многие компании регистрируются делавер вы можете не иметь там не физического присутствия не офиса своего но там какая-нибудь контора юридическая возьмет на себя это копейки стоит какие-то смешные совершенно деньги и они будут получать на свой адрес вашу корреспонденцию и вам пересылать есть таких то есть такой сервис это намного дешевле чем допустим иметь какой-то адрес там снимать какое-то помещение если вам не нужно для дела это намного надежнее чем например регистрировать бизнес на квартиру а потом переезжая с квартиры на значит иметь головную боль по перемене адреса то есть и есть такие сервисы вы можете все делать в онлайне вы можете инкорпорироваться в онлайне вы можете зарегистрировать фирму в онлайне вам абсолютно ничего для этого не надо и это стоит такие копейки смешные что просто даже говорить не очень если если делать в онлайне мне приходилось я поэтому вам так рассказывать значит дальше мы идем возможно ли зарегистрировать как предприятие там возможно ли зарегистрировать на по адресу проживания по адресу пришел проживанием я уже насчет проживания скал предприятие находясь при этом на визе b1-b2 то есть человек приехал турист так может ли он зарегистрировать компанию может он даже приезжать соединенные штаты для этого не должен он может зарегистрировать компанию по какому-то адресу вот как я сказал, там, за три копеечки. Просто, чтобы почте было, куда приходить. Всякие извещения там официальные и так далее. Может, да, может. Значит, никакой визы для этого не надо, и даже физического присутствия в стране тоже не надо. Физическое присутствие нужно практически всюду, но не всюду. Для того, чтобы открыть счет в банке, например. Для этого надо физически присутствовать. Так, теперь чего? Итак, человек смотрит, вот я приеду по Турвизе, открыл бизнес, зарегистрировал. Молодец, да. Есть информация, вот. Есть информация. Сказал бы, откуда информация. Чего ж так скрываться-то? Ну, ладно. Что возможно, без разрешения на работу. Вот оно к чему. Без разрешения на работу. Турист. Зарегистрировать компанию. Можно, мы сказали. И оказывать услуги. Ага. Тестирование, программирование и тому подобное. Получая при этом легально деньги. Нет, легально не получится. Если вы это делаете, это как бы не вполне легально. То есть вы можете создать компанию, конечно. Вы можете нанять людей. Вы можете выполнять услуги. То есть эта компания будет легально получать. Но если вы сами эти услуги оказываете. Тут уже немножко другой калинкор получается. Ну, хорошо. Идем дальше. Получая при этом легальные деньги на счет этой компании. На счет компании можно. Проживая на них. Проживая на них нельзя. Потому что если вы взяли их со счета компании. Вы уже взяли их себе. И проживая никак нельзя. И легализовываясь. Ну, дело ведь не в том, чем вы занимаетесь в то время, когда вы проживаете эти деньги. Вы можете просто, что называется, enjoy life. А можете там потихонечку легализовываться. Значит, что получается. Если вы приехали. И если вы легализуетесь в каком-то процессе. Это может быть политическое убежище, например. И может быть у вас целый год нет разрешения на работу. Если вам адвокат говорит, давай сразу подавать не будем. Будем подавать в конце пятого месяца. Поэтому пять месяцев, почти шесть у вас не было разрешения на работу. Потом еще там, считай, полгода займет. Вот год. Значит, вопрос такой. Фактически я его перевожу на простой язык. Значит, если в течение этого года. Вместо того, чтобы выполнять. Ну, то, что нелегалы делают. Там, по мелочи, да. Вот. На стройке, там, на складе. В магазине. Там, с ребеночком. Со старичком, там, и так далее. Вот если я вместо этого зарегистрирую компанию. На свой домашний адрес, там. Неважно на какой. И буду оказывать услуги по программированию, тестированию. Да. Значит. Получать деньги на эту компанию. И жить на них. Вы можете добавить к этому еще один компонент. Вы можете сказать. Я эти деньги не буду брать, чтобы на них жить. А я эти деньги буду отправлять на свой счет. Там, допустим, в банке каком-нибудь иностранном. Какой-нибудь в Латвию, например. Вот. А уже из Латвии, там, я буду делать перевод. Из того банка уже там. В общем, короче, каким-то образом я завладею этими деньгами. В том смысле, в каком я смогу их реально потратить. То ли вы будете оплачивать счета из латвийского банка, там, или, я не знаю, московского. То ли вы будете просто переводить их куда-то на американские счета. И так далее. Я вам скажу так. Многие люди так делают. Это не значит, что это законно. В том смысле, что все-таки вы не имеете права работать в стране. Вы можете попытаться обойти это и придать этому некоторую иллюзию законности, видимость законности. Но, по сути-то, вы же нарушаете. По сути, вы не имеете права зарабатывать деньги, работать и зарабатывать деньги, находясь, там, на туристической визе. Или, там, находясь вообще без какой бы то ни было визы, там, и так далее. То есть, элемент нарушения присутствует. Насколько это серьезное нарушение, это совершенно другой вопрос. Насколько большой шанс, велик шанс, что вас, не знаю, заловят, депортируют, волчий билет выпишут там на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, я думаю, что минимальная совершенно вероятность. Но, просто вы должны понимать, на что вы идете. И все. Значит, теперь что? Естественно, подразумевается наличие необходимых навыков и способностей. Конечно, господи, без наличия навыков и способностей вас из грин-карты не возьмут. Что там говорить? Но тут ведь мало навыков и способностей. Значит, вы ограничены тем, что вас можно нанять только через корпорацию. Это так называемый корп-то-корп найм. Значит, вас нельзя нанять, как Васю Сидорова. Вас можно нанять, как Вася Сидоров, инкорпорейтед. Ну, есть работа, которая таким образом как бы раздается. Да, вот корп-то-корп. То есть, корпорация платит деньги корпорации, и дальше уже там их не волнует, и как и что. Есть очень значительная часть работы, которая раздается в формате корпорация, там, Васи Сидоров. С одной стороны корпорация, с другой Васи Сидоров. Вот. Такой формат тоже существует, и он намного более распространен, чем корпорация, значит, на корпорацию. То есть, есть ненулевая вероятность. Но тут вопрос какой? Человек должен быть достаточно квалифицированным, чтобы это происходило. Потому что эта форма не очень распространенная, не очень удобная. То есть, как бы сказать, не каждая компания будет это делать. Кроме того, там еще, знаете, что получается? Если компания покрупнее, например, то она хочет, чтобы та корпорация, которая ей присылает человека, значит, эта корпорация должна на него сделать бэкграунд-чек. Значит, вы, как корпорация, должны на себя, на Васю Сидорова, сделать бэкграунд-чек. А у вас и social security нет. Но даже если есть какой-то там с прошлого work and travel, там, 20 лет назад, то все равно он не позволяет вам работать. То есть, вы, как корпорация, должны сделать на себя бэкграунд-чек и не пропустить себя для этой позиции. То есть, что вам сказать? Я встречал, сейчас я сейчас скажу, я встречал такие ситуации, когда люди, пытающиеся заработать на иммигрантах, предлагают им такой вариант. Они говорят, мы тебя инкорпорируем, да, мы тебе поможем сделать визу, мы тебя инкорпорируем. За все это они, естественно, деньги берут. Вот, у тебя будет корпорация, ты через нее будешь работать. И в том смысле, в каком люди хотят взять с вас за это деньги, безусловно, они вам скажут, что это легитимный путь. И, может быть, он не абсолютно легитимный, но он достаточно надежный, там, и так далее, и так далее. И я вас уверяю, что люди, которые вам это скажут, не имеют адвокатской лицензии. Потому что человек, у которого есть адвокатская лицензия, вам этого не скажут. Я подозреваю так, у меня мало опыта личного с этим. Но я думаю, что адвокат не скажет, потому что лицензия дорого достается. И вот так просто, значит, понимаете, в этом есть сомнительность серьезная. И не знаю, я бы не стал, честно. Я небольшой специалист в этом во всем. Вы понимаете, да, я тоже не адвокат и, как бы, не берусь определять, вот, что скажет судья, когда вы окажетесь, если, например, вы окажетесь в суде. Да, вот что бы сказал судья. Я подозреваю, что судья вас отправит на депортацию за мошенничество, за грубое нарушение законов. Вот, я так представляю суд и то, как он к этому относится. Но я могу не знать, я не судья и не прокурор, понимаете, и вообще никакого отношения к этому делу не имею. Так, просто человек, который пытается ответить на ваш вопрос. Вот, обратитесь к адвокату. Вот, пусть вам адвокат скажет. Иммиграционный, например. Вот, я думаю, что он вам скажет, что, чувак, поймают, не обижайся, но шансов, что поймают, немного. Вот, вот я бы так сказал, мое такое впечатление. Счастливо!